Барнаулка Вьетнамская желтая река. Возможно, это талант не меньше, чем писать стихи, видеть красоту там, где другие пройдут незаметен. Но то, считает Наталья, что способен увидеть каждый, так это мусор, заполонивший Барнаулку и ее берега. Причем больше всего мусорят местные жители. А ведь это на минутку, река, давшая жизнь и само имя нашему городу. Не мусорите, пожалуйста. Ну это же так просто, мне кажется, это элементарно. Наташа, а вот, кстати, ты бывала на месте, где Барнаулка сливается с обею? Конкретно на этом месте нет. Неудивительно, процентов 90 барнаульцев там ни разу не бывали. Пойдем покажу? Пойдем. Рассказывают, что когда-то на одной стороне устья были большие плоты причала из бревен, а там, где мы сейчас, пологий берег, откуда местные жители удили рыбку в этой мутной воде. Вот смотри, здесь особенно хорошо видно, где кончается темная Барнаулка и начинается более светлая опь. Что-то прямо инфернальное в этом есть, вот там, где опь начинается, какие-то облака. А что ты бросишь или нальешь в реку, то и поплывет вниз по течению. Все-таки права, Наталья. Берег Барнаулки – идеальное место для того, чтобы постоять, задуматься и понять что-то о самих себе и о том, какой след мы оставляем. Пойдем гулять по Осипенко, по пивоварке, по солярке, как незаметно, постепенно, любовь меняет аватарки. Ты где-то рядом, чую носом, тебя по запаху узнаю. Пошив мешков для пылесосов. Какая вывеска смешная. Лекочетков, Николай Шилко. Наши новости. Продолжение следует...